Ежегодно Иран испытывает дефицит баранины в 150 тысяч тонн. В поисках поставщика иранская делегация добралась до Южного Казахстана. До этого баранину закупали в Бразилии, сейчас в Грузии. На вопрос, почему именно Казахстан, советник министра отвечает. «Во-первых, у нас очень близкая культура с Казахстаном. Во-вторых, очень тесные взаимоотношения в сфере сельского хозяйства. Мы закупаем в Казахстане пшеницу. Опираясь на успешный опыт работы с местными предпринимателями, решили укреплять сотрудничество в сфере мясной, экологически чистой продукции. Это распоряжение министра». Четыре года назад Иран пытался закупить баранину в Восточном Казахстане. Однако тогда поставщики признались, что полностью не готовы экспортировать мясо за рубеж. К этому времени к экспорту мяса подготовились предприниматели Юга. Поставлять баранину в Иран намерен мясокомбинат в Сайрамском районе. «Мы начинали с забойного цеха. Затем решили построить современный мясокомбинат, специализирующийся на экспорте, производительность которого 3000 голов овец и 300 голов крупнорогатого скота в сутки. Уже заключен договор с иранскими партнерами на поставку баранины. Они готовы заказывать у нас от 1000 до 5000 голов в день. Цена варьируется от 1100 – 1200 тенге за килограмм». Иранских покупателей привлекает не только недорогая экологически чистая продукция. Ещё одним плюсом является экономия при транспортировке. По подсчётам аналитиков акционерного общества «Казнекс Инвест», самый экономичный маршрут доставки мяса пролегает через Шимкент, Вактау и до Тегерана. Доставка составит примерно 163 доллара США за тонну груза. Кроме того, стороны сообщили о создании совместного казахско-иранского предприятия. «Две крупные иранские компании в настоящий момент совместно открыли казахско-иранскую фирму. 75% – иранская сторона, 25% – казахстанская сторона. И самый главный вопрос – обеспечение мясом Ирана». Предприятие планирует поставлять в Иран от 100 до 150 тысяч овец в месяц, однако о сроках поставки и сумме говорить пока рано, считают иностранные делегаты. Всё будет зависеть от договорённости по закупаемому объёму мяса. «Мы призываем всех наших земляков Южно-Казахстанской области о том, чтобы они спокойно привозили и сдавали свой скот. Почему? Потому что тут же на месте будет расчёт с сельчанами. Люди будут уверены о том, что перед их глазами будет проходить забой, и на месте же будет произведен расчёт в течение двух-трёх минут». Единственным недостатком, оттягивающим сроки поставок, инвесторы назвали бумажную волокиту и сбор документов, с которым им приходится сталкиваться не только в Казахстане, но и в некоторых других странах постсоветского пространства.